Всех приветствую, с вами я, Веган Христолюб. У нас с вами вот такое вот сегодня видео на значке называется «Евангелие до апокалипсиса», ну а более полное название «Когда Евангелие будет проповедано по всей Вселенной, тогда придет конец». Откуда это место, я думаю, многие с вами знают. И вообще, сегодняшнее видео, с одной стороны, оно будет достаточно легким таким, а с другой стороны, мы закроем очень важный вопрос, на секундочку, как говорят, вопрос о признаке второго пришествия Иисуса Христа, свершился он или нет. Именно в рамках этого вопроса Иисус дал свой ответ и дал признак. Я сделал страничку на своем сайте «Проповедь Евангелия по всей Вселенной». Здесь вы найдете все эти места. В принципе, это одно единственное место просто из разных синаптических Евангелиях. Мы с вами сейчас все познакомимся. Но прежде, единственное, что сегодня надо знать, откуда это место Христа, это контекст. И контекст очень легкий и понятный. Это Евангелие от Матфея, Марка Луки, так называемая апокалиптическая речь Иисуса Христа. Состоялась она благодаря тому, что ученики его, выйдя из храма, это уже было в последнее посещение Христом Иерусалима, в свой третий год служения, вскоре его арестуют, да, и вы помните, как ученики, написано, выходят из храма, показывают Христу, какие камни, какой ирод великий сделал, великий храм, храм там отгрохал, разукрасил, да. Иисус им говорит, видите ли все это, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Что и произошло после убийства Христа, не прошло и 50 лет, как это капище было раздолбано римскими войнами. И уже дальше, услышав такие слова от Иисуса, ученики, написано, спрашивают, сидя на горе Елеонска, они уже ушли из Иерусалима, недалеко была гора, именуемая Елеонской, они там сидели, созерцали тот же сам Иерусалим с этой горы и приступили к нему наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, вот это вот то, что ты сказал, разрушение храма, что камня на камне не останется, и какой признак твоего второго пришествия. Ну, я надеюсь, вы уже знаете, если нет, я вам показываю, на моих сайтах всегда речь Иисуса или Бога, в Библии она таким огненным цветом, оранжевого такого цвета, и Иисус начинает свою пространную речь о последних временах, позже в библистике, так и названная апокалиптическая речь Иисуса Христа, ну, или об апокалипсисе, апокалипсисе, о суде, в притчах рассказывает о суде здесь, да и прямо потом будет говорить, что кто по леву, по праву встанет. Вот и весь контекст. Все, что надо знать, что это место, это ответ на вопрос учеников, учеников, своих близких учеников, сидящих близ Иерусалима на горе, созерцающих ее, на вопрос, когда будет, когда ты придешь, и какой признак вот такого вот апокалипсиса. Пусть они тогда все еще не понимали, даже вплоть до того, о чем они спрашивают и что в оконцовке будет в конце. Мы с вами тоже до конца не все знаем, да, но вот это с вами место, я вам все зачитывать, естественно, не буду. Мы с вами сегодня, очень редкий случай, когда мы с вами можем, как я всегда учу, чтобы этого не делать, но сегодня мы с вами можем выдрать лишь несколько стихов из той речи, которую говорил Иисус, потому что это же перечисление признаков, да, и он кроме одной фразы больше ничего не говорит. Да и, в общем-то, сказать-то нечего. Фраза понятная, без всяких тайнов, смыслов. Что же было произнесено Иисуса? Ну, по Евангелию от Матфея, это 24 глава, вот 14 стих, то есть, если мы сейчас с вами там дальше странички Евангелия стали читать, мы бы в этом убедились, но я сейчас делаю специально отдельные странички, чтобы удобнее было проповедовать, что-то показывать, делиться с кем-то, чтобы они в интернете больше где-то там попадались. Что же говорит Иисус? Каков признак-то? И проповедан будет это Евангелие Царства, ну, которое он пытается уже несколько лет донести, по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. В Марка мы читаем такое же место, и во всех народах прежде должно быть проповеданное Евангелие. Ну, если совместить эти, так скажем, два места, ну, чтобы там дополнить друг друга, да, можно прочитать, как и проповеданное будет Евангелие Царства во всех народах, по всей Вселенной. Во свидетельство, ну, опять же, тут есть во свидетельство всем народам, да, то есть, можно немножко совмещать, но, в принципе, они достаточно и так автономные, и хорошо сказанные в Марке, пусть до нас дошло покороче, во всех народах прежде должно быть проповеданное Евангелие, то есть, во всех, да, во всех народах. Произошло ли это событие? Сегодня мы будем с вами искать ответ на этот вопрос. У меня есть ответ, я его вам сегодня озвучу. Могу сразу сказать, да, произошло. Так что, конец? Да, конец. Мы сегодня поговорим с вами очень на простые темы, просто руководясь просто своим мировоззрением. И то, что мы видим вокруг нас, что происходит, и вообще проанализируем, просто вспомним события двухтысячелетней давности, вообще Евангелие Христа, его жизнь, его учения. Я имею в виду, вспомним в общем, да. Вообще, сам факт, что некая Евангелие, некая благая весть, благая новость, благое учение, некого там, можно сказать, еврейского раба, ну, прямо Иисус не был рабом, но все-таки в то время еврейский народ, как и многие недалеко находящиеся от Рима, страны и народы были оккупированы Римской империей, да. Были, можно сказать, все-таки какими-никакими, но можно их назвать все-таки и рабами, да. И, конечно же, то, что история, история настоящая, живая история, конечно же, для последователей Христа история о вечном Боге и любви во плоти, явившемся людям, но те, кто даже пока это не понимает, эта история о некоем пусть даже там человеке, сыне Божьем, кто как понимает пока Христа, ну, действительно, удивительно, что история эта ушла далеко за пределы Израиля. Более того, история эта была гонима самим тем народом, в котором она и зародилась, в иудаизме, если хотите, шире, в евреистве. Его гнали, а в оконцовке полностью отвергли эту благую новость. Но при этом она распространилась по всему лицу земли. Да еще как распространилась. Я думаю, что для вас, вы знаете, мы просто привыкли, и уже не ценим такие факты, как то, что человечество через какое-то время стало вести свое летоисчисление от Рождества Христова, от евангельских событий, можно так сказать, до и после них разделило всю историю человечества. Это удивительно. Историю какого-то никому непонятного, как о нем сам Иисус говорил, и о нем было написано, и в пророках, что не имел ни вида, ни величия, не имел ни богатства, ни славы, ни власти. Что его, когда он даже по земле обетованной ходил, проповедовал еврейскому народу, там-то его не во всяком городе принимали, потому что имел вид... Ну, там в Евангелии написано, как странника, читай, как бомжа. Потому что, естественно, они много путешествовали, ходили. Естественно, когда простые люди много ходят и путешествуют, выглядят они... Это не цари, которых там через каждые два километра намощают благоуханиями и мазями всякими, да, и помоют, и водичку там нальют. Вот. И удивительно, удивительно. Ну, удивительно поначалу, конечно, потом, когда человек понимает, что это сам вечный бог-любовь во плоти явился нам, ну, и все становится, конечно, на место. Но это не перестает даже таких, как я, удивлять до сих пор, убеждаться через это в том, что это все истина, это чудно, это прекрасно, да. Почему я утверждаю, что все это случилось, и что мы с вами ждем с конца века? Да потому что, я, знаете, ну, прямо если по тексту, конечно, я слышал, ну, естественно, разные есть толкования этих мест, размышлений, всяких мыслей. По поводу тут всей Вселенной слово употребленное. Я вам сегодня не буду утруждать, я говорю, мы с вами сегодня в свободе слова так поговорим, не буду вас утруждать разными переводами, вы сами можете всегда обратиться, сейчас полно таких интерактивных, удобных сайтов, все можно посмотреть, найти любой стих, посмотреть его перевод разный, вот, упираться там в слово Вселенной, что якобы там должно чуть ли не каким-то инопланетянам быть донесено, ну, это, конечно, смешно. Очевидно, что под Вселенной подразумевается, ну, наша маленькая, наш уже теперь, теперь, да, маленький земной шар. Согласитесь, что во времена Христа люди там тоже самое жили, еще глобус неизвестно в каком состоянии, карты мира существовали, да, сейчас, конечно, можно там в это погружаться, вот, Колумб Америку только открыл в середине второго тысячелетия, да. Большой вопрос, земля-то круглая, может, кто верил, может, и нет, да. Шарообразная она, звездообразная, сколько только теорий по этой земле нет, вы знаете, как я к этому тоже отношусь, вот. Знали они где, тогда казалось, действительно, земля-то казалась необъятной, вы поймите, в то время порой даже люди не могли сказать, вот мы уже, вы знаете, вот мы живем в своей парадигме, нам кажется уже естественно, что земля-то шарик, что мы там в космосе летаем, а две тысячи лет назад, я не говорю, что я не придерживаюсь тоже таких, знаете, убеждений, там тогда невежды жили, дураки полные, да нет, но действительно знания порождают, дают тебе определенную пищу для размышлений, убирая, соответственно, другую, и наоборот, незнание точно так же дает тебе кучу пищи для размышлений во все сферы и способности твоего ума, куда он хочет, туда он налетит, и парит своей мыслью, да, вот. И поэтому, конечно же, здесь даже слово-то вселенное употреблено, знаете, в таком древнем контексте, потому что те же самые, вот, мы же знаем, что Иисус призывал зачастую простых людей, как написано, рыбаков, там, пахари, да, обычных людей, и рабы становились обычные, там, кто освобожденный, кого выкупали, мы с вами из книги «Деяния послания апостолов» знаем. Ну, много ли они знают, где они там учились, где там этот край Земли, существует он или нет, надо понять, поэтому действительно, знаете, ко временам двухтысячелетней давности слово «вселенная» очень подходит к нашей Земле. Это мы сейчас с вами узнали, мы теперь умные стали, что, оказывается, там миллион галактик, да, мы из них такая же маленькая, микрокосмическая, среди этих еще галактик, да, и нам кажется, ой, где там она, вся Вселенная кончается. Вот, поэтому, конечно же, толковать здесь и размышлять, и вкладывать, что здесь слово «вселенная». Видите, буквально сейчас разбираю для вас специально, что якобы это там неизвестно когда, неизвестно докуда, да, может, мы Марс колонизируем, и там еще расплодимся, и там надо будет проповедовать, но все это чепуха. Конечно же, подразумевается просто обычная наша Земля. В Марко, коротко сказано, «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Я благодаря таким сличениям, вы помните, у меня есть ролик, кто давно меня смотрит, Иисус реальный и евангельский, ну, или я по-другому называю бумажный и реальный, да, вот, что действительно, вот не было бы у нас одного Евангелия. Ну, смотрите, мы в Марко читали бы спокойно, без всяких там вселенных, да, что второе пришествие будет и конец века, когда Евангелие будет проповедано во всех народах просто. Причем не каждому человеку, а во всех народах. Мы с вами переходим к следующей теме. Надеюсь, вы с этим разобрались, да? По поводу следующей темы. Смотрите, не сказано каждому человеку. Всем народам. То есть, одному человеку в народе запроповедовал, засвидетельствовал об истине, вот, галочку можно поставить. Сколько у нас народов на земле? Много, мало. Все ли знают Евангелие? Вот я к тому, что мы иногда, действительно, иногда чересчур вчитываемся, буквоецки вгрызаемся, да, в какие-то слова, и непонятно, как их тут извращаем. А бывает наоборот, не дочитываем, да, или не углубляемся. Здесь не сказано до каждого человека. Сказано всем народам. И, глядя на современный мир, а сегодня у нас 2-е, 12-е, 2022 года, вы знаете, ведь очевидно, что Евангелие, Евангелие, надо вот это все учесть, учение некого еврейского раба в Римской империи распространилось, вы посмотрите, как. Это очень важно, вот эти все вещи понять. И, действительно, ну, мы с вами не можем весь мир созерцать. Все, что я сейчас буду говорить, я тоже вам доказать не могу, да. Мы с вами не можем ничего доказать, что в соседнем селе происходит кому-то. Мы можем только передавать чью-то информацию, тем более, если ты даже ее своими глазами не видел. Даже если я это видел своими глазами, тот, кому я передаю, уже мне верит. Он-то этого не видел, да. Это очень важно, такие вещи понимать. Здесь то же самое. Я сегодня в этом ролике буду, естественно, призывать к объективному взгляду, к тому, который может каждый. Что такое объективное? Субъективное – это мое личное, и другое не может это видеть, да. А объективное – это когда любого человека позови, скажи, вот видишь дерево, а там действительно дерево растет. Он скажет, да, другого позовешь, третьего, десятого. А вот что там внутри, дерево с дуплом, допустим. А вот что там в дупле, каждый уже будет гадать, если близко не подойдут и не начнут там шарудить. Издалека не видит дерево, видит, что дерево растет. Это объективная информация, да, потому что ее можно проверить. Каждый кому-то скажет, что укажешь на дерево, спросит, что это, он скажет, да вот дерево растет. А если ты уже каждого спросишь, что там в дупле у этого дерева, каждый начнет фантазировать. Это будет субъективная информация. Здесь то же самое. Вот давайте посмотрим объективно. Слушайте, христианство – мировая религия. Мировая религия. Как вы думаете, есть вообще на земле сейчас остался народ? Народ. Народ, который не знает, что есть христианство. Я не говорю, что читал, но что есть христианство. Ну, может быть, он там догадывается, этот человек нет, что это именуется, эта религия по имени своего учителя-основателя. Я думаю, что такого не существует. Если где-то там и есть каких-то, как говорят там, в лесах Папуа-Ново-Гвинея, во-первых, к этому тоже я хочу вопрос сейчас потихоньку перейти или уже перейти. Что вы знаете, вот современный мир, сейчас вот идет эта рашистская агрессия против украинского народа, которая, возможно, перерастает в Третью мировую войну. Вот посмотрите, какие качественные снимки делают уже современные всякие вот эти вот спутники, там разведка. Все показывает, вплоть до того, как там человек уже в окопе лежит, его прям видно, вплоть до, до шильдика считывают, что у него там, какой у него там номер порядки солдафонский. Это удивительно. Слушайте, мы мир настолько объяли, не осталось никакого закрома. Уже есть все. Мы всю планету знаем. Все эти вот эти племена, которые там еще говорят, где-то там есть в Южной Америке, там где-то в Амазонке, по пару племен, которые все знают, их уже именовали, за ними следят, их там в книгу внесли, их там пытаются оберегать, хотя при этом врубают все эти леса там и так далее. Вот. Они уже контактят с миром там. Их действительно надо, они сами там отстраняются от бледнолицых, да, от всяких там вмешательств, живут об особенстве. Очень многие такие еще древних зверских понятий там убивают друг друга, естественно. Ну, нас и так убивают друг друга. Но они ни с кем не контактируют с внешним миром. Ну, они их знают, за ними наблюдают, как за животными все вот эти вот исследователи. Буквально столько же осталось в Африке, там и то все их и знают. Уже настолько все знают, уже все исследовали. Сейчас не надо пешком там идти куда-то, неизвестно куда там, по лесам, по этим. Уже все видят, уже все термотеплодатчиками исследуют, квадрокоптеры летают, самолеты летают. Это вам не две тысячи лет тому назад. Мы уже изучили всю планету. Где кто живой движется, все, посмотрите, вот передачи какие-нибудь, кто я вот раньше любил, тоже какие-нибудь там про животный мир, вот про такой вот, ну, все эти National Geographic и подобные все, да, где и про людей рассказывали, вот про все эти племена какие-нибудь заброшенные. Все уже давно есть. И действительно, сколько уже фильмов снято, сколько за последние только 200 лет, когда вот этот научно-технический прогресс скаканул, да, как говорят, вот эта волна-то была, где книга печатания появилась массовая и доступная практически любому человеку. Ну, какое-то время там была еще книга ценная, но потом она превратилась действительно в общедоступный материал, который можно купить за там сотую часть твоей зарплаты, если не меньше, да. Самолеты, вертолеты, поезда, машины, все есть. Сейчас я говорю, квадрокоптеры, коптеры, спутники, ну, все есть. Мы все знаем, где кто есть. Я смотрел фильмы, как миссионеры, ну, понятно, книги не туда сбрасывать не будут, потому что они считать на этом языке не умеют, вот, хотя, это вот как там в Китай кидают, я знаю, но там-то потому что просто запрещено, и там по-своему переправляют на воздушных шариках книги, я смотрел какую-то передачу, как они там перелетают через границу из Южной Кореи в Северную, то же самое, так пытаются распространять. Я говорю, даже вот эти вот просто, просто вот это, знаете, такой аргумент, как вот у трупажоров насчет веганов, там, что ты будешь делать, когда на необитаемом остров попадешь, вот, и вот это, знаете, вот это мне тоже вот это напоминает просто, что вот там, какие-то где-то там племена, да нет уже никаких племен, мы уже весь шарик объяли, он уже весь зарисован, уже 3D, я смотрел, какую-то там 3D-модель какая-то есть, уже вся исследуемая, все уже, все все знают, где чего, знают, где Мариинская впадина, какой она глубины, уже почти туда на дно спускались, ну там, кому там проповедовать, вот, а по лицу земли, ну осталось ли что сокровенное от человека, ну вот вы все, кто хоть как-то интересуется, хоть как-то вот такой вот смотрел, какие-то передачи, да нет, конечно, вот, то есть, христианство стало реальным, миром, знаете, даже вот, даже вот сама фраза, мы вот ее недооцениваем, что христианство, это не какая-то там, знаете, как говорят, маргинальное какое-то учение, там 10 лет назад появилось, там сотни человек его, ну пусть тысячи лет по всему миру, там, ну сейчас каждый день что-то зарождается, какое-нибудь движение, вот, появляется, с какими-то там адептами обрастает, слушайте, христианство стало мировой религией, мировой, стало, есть, как мы видим, дожило до конца, это ли не доказательство, само слово, по всей вселенной, все народы, мировая, мировая ее называют, ее все учебники так называют, во всех школах так преподают, в любой школе, Америки, Китая, России преподают, что есть три мировых религии, иудаизм, христианство, мусульманство, вы найдете это в каждом учебнике, значит, это знает каждый школьник, грубо говоря, школы сейчас есть в любой там Африке, где-нибудь там в каких-нибудь селах, везде сейчас пытаются там учиться, все там есть, уж там как бы не учились, а уж там всегда есть проповедник какой-нибудь, поп, пастырь, протестантский, православный, туда уже с миссиями ездят тысячи, сотни лет уже, там уже в каждом селе есть кто-то, пусть на свой лад, у них все там свое, одежки, свои манеры, но у них у всех есть Библия, у всех есть Евангелие, я столько всяких фильмов пересмотрел, я люблю очень фильмы, если даже художественные, на основе реальных событий, всегда отсюда ты черпаешь информацию, не просто так, вымышленную, сколько даже художественных, снятых на, вот я говорю, взят хотя бы за основание какой-то, герой, персонаж, наша история или книга каким-то там написана, миссионерами, миссионерами, неважно, человеком о ком-то описывающим, вот, я говорю, порой просто не близко к тексту есть, просто взято за основание там, может совсем коротко, все остальное много вымысла, но все-таки за основание было взято, что там где-то там был, где-то миссионер погиб, вот, из этого я говорю, я вам все это доказать не могу, все это, это мой личный жизненный опыт по потреблению информации к 40 годам без месяца, да, вот, очевидно, вот для меня очевидно, что вот этот вот признак, он реально случился, по поводу, знаете, тоже у нас какие-то, это вот я пытаюсь вот эти вот казинаки у нас в голове немножко потребушить, потому что нам, у нас бывают какие-то стереотипы сложившиеся, что если мы сами поразмышляем, а откуда он у меня взялся, вот откуда он у меня, почему я вот так вот мыслю, вот, и услышат другое мнение, ну, в частности, как сейчас вы мое слышите, да у меня у самого такое было, сейчас я, вы знаете, я спокойно обличаю все беззаконные грехи, тут не в обличении, я сам тоже все это шел путем познания истины, тоже все было постепенно, не сразу все открывалось, потому что я много чего учил и узнавал, познавал, слушал всех, вот, и у меня тоже много чего было в голове того, что не нужно, или не должно было нужно, ну, или в свое время надо будет отбросить, да, и тоже у нас какой-то стереотип, вот мы к следующему переходим, еще я вам одну мысль закидываю, что нам кажется, что когда вот это сказано Иисусом было, что он подразумевал, что якобы вот, ну, каждый человек будет прям, знаете, под Евангелием подпишется, это абсолютно не так, я в пример всегда говорю, слушайте, вот любят с этой святой, я сам на территории Рашистской Федерации, теперь проживаю, точнее, она не всегда проживала, но проживала вроде как на территории России, а оказался в Рашистской Федерации, да, уже, уже без пару месяцев в год, и вы знаете, я православие три года искренне практиковал, вы знаете, я около четырех месяцев, четыре месяца я вел катехизаторские беседы, эти перед крещением, вот в православном храме, где я сам там в деревне в одной жил, и вот все там участвовал в этом, я рассказывал, я свидетельствовал, что за четыре месяца было по двое где-то крестин в неделю, с каждым я вел, я рассказывал, как я всех, кто приезжали, вот всех, а там приезжал в деревню, все время сразу приедут, они покрестят и поедут отмечать это дело, вот, я всех сажал, у меня сидело по десять, по двадцать, порой там по тридцать человек, я сажал как класс школьный, вот, говорю, что вы, да, что там на улице курить будете, давайте заходить, давайте, что, Евангелие много знаете, вот, я вместо там той методички, которую мне поп давал, я ее в стороночку отодвигал, и начинал просто беседовать о Евангелии, потому что та чепуха, которая там написана, это вообще, да, все по плоти, что там куда положить, в какое плаченечко завернуть, я говорю, это нам все не нужно, и давай им проповедовать, так я спрашивал, вот мой опыт показал, что за четыре месяца, сколько было опрошенных, я не знаю, пятьсот, около тысячи, может быть, человек за эти четыре месяца, потому что я говорю, я много сажал, практически, ни один человек не читал Евангелие, Евангелие, Евангелие никогда не читали, я показываю на Христа, распятый я прям в храме, в большом храме, там вел это все, я показываю, они не знают, кто это, мне некоторые не верят, на эти удивляются, я говорю, если вы знаете, что я христианин, врать-то я не буду, я вам рассказываю то, что сам испытал и пережил опытом, вы думаете, мне больно не было, я с папом по этой теме притыкался, закусывался, как ты их крестишь, они же не верующие, они христиане, они не собираются жить по-христиански, никто, единицы там, кто ты, то я не знаю, насколько он прав, я на детекторе лжи их не проверял, но так кивнет, ну типа читал, и то, что такое читал, ты что, ты живешь по-христиански, ну хорошо, это я просто первый вопрос был, до остальных вопросов просто не доходило, когда я вижу, что он вяленько отвечает, ну там читал, когда-то, что ты там слышал о Христе, мне все становится ясно, что там дальше сковырять, какой-то христианин, где-то там что-то когда-то читал, да христианин Евангелие от зубов отскакивает, он его знает и жизнью, и словом, поэтому думать, что проповедь Евангелие по всему лицу земли подразумевает, что каждый человек, вот всем будет пропасть, всем будет прям в дом занесено, под роспись, принял, получил, давай-ка читай, садись, экзамен примут, как ты там, что проверю тебя, как ты там усвоил материал по Евангелию, вы что думаете, Иисус это что-ли подразумевал, так о каком крае лица земли там подразумевает, да в России никто Евангелие не знает, если 1% населения России хоть когда-нибудь, хоть когда-нибудь один раз читало Евангелие, я удивлюсь такой статистике, если 1% населения России хоть когда-нибудь целиком прочитало Евангелие, книгу, причем я подразумеваю вопрос всех, всех христиан, пусть там будут и протестанты, и православные, я даже этого не боюсь, но я уверен, что если это, ну у нас считается в России там 150 миллионов проживающих на территории, имеющих там гражданство, если 150 миллионов найдется хотя бы полтора миллиона человек, которые хоть раз в жизни прочитали целиком всего лишь Евангелие, книга, которая читается, Евангелие от Марка, которая читается в течение часа-полтора медленным темпом, я удивлюсь сильно, я сильно удивлюсь, тогда конечно можно сказать, о да когда там, делать не в проповеди Евангелия, что он не проповедует, у нас капище православное на каждом углу, протестантских домов, молитвы, девать некуда, на каждом углу, что Библия недоступна, везде продается, самочитабельная и продаваемая книга всей двухтысячелетней истории человечества после Рождества Христова, что ее где-то нет, она в каждом магазине, на каждой полке, бесплатно раздают, в каждом храме, в каждом доме можно купить, сколько она в домах у людей, она есть, которые ни разу ее не читали, пожалуйста, бери, дочитай, разве оно не проповедано, конечно, разве у тебя не на каждом углу капище, ты хоть узнаешь, чему оно посвящено, ты же слышишь на языке христиан, да ты сам-то православный, да чего не читаешь-то, ты хоть знаешь, в кого ты крещен-то, так ему проповедано или нет, проповедано, а то, что он не принимает или не интересуется, это разве Иисус об этом говорил, проповедано, да, Россию можно назвать страной, народом, которому проповедано, Евангелие, конечно, можно, не одну тысячу лет, это там крещение, все это, это крещение уже в православии было, так называемым, князем Владимиром, а христианство на Руси, так называемый, пусть в том варианте, в каком он там существовал, ну вот эти вот земли, которые сейчас называют Россией, да сюда в первый-второй век уже дошли христиане, здесь такой же был еще до князюшки Владимира, этого богохульника и деспота, и тирана, до него спокойненько здесь существовало христианство, да, до Англии, значит, дошли в первом веке, а до Москвы-то не дошли, ну, когда, тысячу лет не могли сто километров пройти, ну, что за бред, у меня на этой теме, кстати, есть ролик, кому интересно, да, об этой лжи, что якобы Русь была крещена в первом тысячелетии, да, какая чепуха, до христианства на Руси было уже две тысячи лет, а на тот момент тысячу лет было, да, в общем, в Болгарии оно было, до которой, вон, даже в те древние времена без самолетов, пароходов и автомобилей, тут идти-то пару месяцев пешком, уж не говоря, что раньше тоже ездили на повозках, шли на караванах и прочие вещи, пару месяцев из Болгарии пешачком спокойненько доходишь, да, а тут у нас, оказывается, не могли дойти тысячу лет, и только через тысячу лет крестили Русь, ее не крестили, ее оправославили, а крещеная она и так была, миссионеры шли по всему лицу земли, еще, я говорю, от первых апостолов, да, Англии почему-то известно, что дошли в первом веке, да, в четвертом веке уже отдельно англиканская церковь существовала, отделившаяся ото всех, мы вот сами по себе, да, отделяются все не сразу, московская, московский патриарх появился через шесть веков почти, через 600 лет после так называемого крещения, оправославливания Руси-то, через шесть веков только от Византии и от греческой церкви отделилась, не имея своего патриарха, в Англии в четвертом веке только англиканская церковь появилась, появилась уже сформировавшись, уже отделившись от всех, сказал, вот мы будем отдельной веточкой с главой царем, да, до Англии добежали, а до Москвы, до Питера не добежали, да, не кажется вам это странным, вот эта лживая православная блевотина о том, что якобы Русь была крещена в 11 веке, она православлена была таким вот, вот этим блевотским учением, люби ближний, ненавидь врага своего, и целуй все туфли, все сапоги и попам, а христианство здесь и так тысячу лет было, напишите в комментариях, я дам кому надо ролик, где я об этом подробно рассказываю, показываю все по карте, как это смешно утверждать, что Русь не была христианской, да, настоящей христианской, когда принимали просто учения-то, без вот этого авторитета, без культа, без попов, так что вот так вот, поэтому этот аргумент, знаете, думать, что Иисус подразумевает, что когда все, все под роспись получат Евангелие, прочтут и сдадут экзамен, ну это глупо просто, глупо, вы думаете, мир когда-нибудь достанет, что, как, что значит проповедное Евангелие, Иисус помните, как сказал, рассказывал, это, кстати, иллюстрация у меня, в частности, в Евангелии, в моих текстах, на сайте, она и, вот, к тому же месту, где Иисус, помните, посылает 12 учеников на проповедь, ну я ее и здесь решил добавить, иллюстрации тяжелые, надо искать по темам конкретно, какие ты хочешь, но смысл один и тот же, да, вот, разве Иисус не сказал, придите в дом, с миром придите, скажите, мир в дом всему, засвидетельствуй об истине, приняли вас, ну хорошо, нет, отвесите прах, идите дальше, все, вы засвидетельствовали, все, приняли, начали дальше, интересоваться, расспрашивать, ну хорошо, развивайте тему дальше, ну а нет, нет, на нет и суда нет, точнее суд-то будет, да, вот так вот, так что посмотрите на современный мир, случилось это, 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 это событие такого момента, я считаю, что да, да, я не считаю, а я утверждаю это, реально произошло, потому что я говорю, не настанет момента, вы пройдите, если вы, я не знаю, прикинутся каким-нибудь опросником, пройдите в своем доме, по высокоэтажке, и узнаете, кто читал Евангелие, пройдите по своему силу, я вот не пойду, потому что я говорю, я все это увидел, это люди, еще обращу внимание, когда я вел эти категораторские беседы, тогда попов обязали, просто из-под палки, они сами никогда их не вели, ни с кем, ни о каком Евангелии, никогда не разговаривают, вот, а их тогда из-под палки, там, Гундяев приказ издал, и надо было час вести, обязательно перед крещением, вот, он, правда, все равно не вел, такой, как я нашелся, но он на меня все это свалил, а когда я потом ушел от этого, ушел, потому что мы с ним из-за этого же закусились, когда он покрестил уже не просто младенцев, а сорокалетнюю, которая пришла и богохульничала, я сказал, я больше, в общем, и с ним, и он так их, и он их благополучно перестал вести, а потом уже, и через какое-то время, уже и опять указ этот обратно убрали, и все, их освободили, они все перекрестились, что не надо напрягаться, и все, они ненавидят проповедь, они никому ничего не проповедуют, вот покрестить, да, денежку заработать, это сидеть, час что-то о Христе рассказывать, да оно ему надо, оно ему никогда не надо было, он обычный чиновник, служака, бабло греб там, да и все, я все это православную блевотину изнутри знаю, я в ней три года болтыхался, и не как рядовой вот такой вот, захожанин, нет, я там свой был, чужой среди своих, да, и все прекрасно, от меня никаких тайн не было, да, много чего я поедал, все знаю, не понаслышке, вот так вот, так вот из этих, кому я рассказывал, что никто Евангелие не знает, это люди приезжают в храм на крещение, чего уж говорить о том, что если вы пройдетесь по селу или по своему дому, какая там будет статистика, это я говорю еще с уклоном на то, и с учетом того, что мы понять не имеем правду, он скажет, кто-то постесняется, да, сказать правду, скажет, да читал, он никогда в жизни его не читал, ну или читал, да и вообще, если он его читал 200 лет назад, где-то там тоже прочел, из-под палки, или по вдохновению духа даже, может быть, когда ты как, как тот бес вышел, и пришел с семью еще худшими себя, что толку-то от такого человека, разве он христианин, ну даже опросить, кто читал-то, да никто его не читал, вы знаете, я в своей жизни, еще второй опыт, так скажем, который у вас у всех есть, я вот сколько прожил, 40 лет на этой земле, топчу ее, я вот так вспоминал все время, вот что до покаяния, что после покаяния, не считая вот кого-то находишь, через интернет там где-то еще как-то, я на улице вообще не встречаю людей, когда ты с кем-то там заговоришь, какие-то связи там, где-то работаешь, сталкиваешься с кем-то там, соседем оказываешься, знакомым там, с кем-то поддружишь, ну вы знаете, как все это происходит, вплоть даже там в магазине, ты там с продавцом можешь, как-то потихоньку в один и тот же магазин ездить, там какие-то приятельские отношения заводятся между людьми, я никогда в жизни в своей не встречал людей, вот помимо того, как я сам стал проповедовать, и сам всем проповедую, в реальной жизни, виртуальной, и только тогда я может кого-то нахожу, кто там тоже, хоть какой-то христианин, хоть как-то, хоть как-то себя с сыром, потому что действительно там живет, как бы следует за Христом, но это когда я сам, так скажем, ищу, а вот так, чтобы кто-то, хоть раз в жизни, за 40 лет, хоть одного человека я знал, я говорю, что до покаяния, начиная с родителей, там родственниками заканчиваю, самым последним каким-нибудь приятелем, знакомым на работе, я никогда в жизни не встречал людей, которые говорили, что я христианин, вот он, которому бы я проповедовал, говорил бы, что да, для меня это жизнь, я не удивлен, почему, кто знает мою историю, что мне Бог явился с небес, да если Бог не явился, Евангелие в России давно умерло, кому оно нужно, кто его проповедует, кто о себе свидетельствует жизнью, что он христианин, только дай ему слово где-нибудь, вкрутить и вставить, засвидетельствовать об истине, в каком-либо варианте, есть такие люди, я не знаю, мы уже Богу не оставили надежды и шансы, чтобы уже самому не вмешиваться, да, потому что никто, никто не произглашает истину, она никому не нужна, вот, так что вот так вот, поэтому я не знаю, как для вас, а для меня, уже это случившийся факт, поэтому обо всем этих вещах говорить, что там, каждому якобы в уши это не влило, якобы там где-то там 10 чукч сидит, где-нибудь на севере, там на льдине катается, вот они не знают, ну это ерунда, во-первых, они уже тоже знают, уже все знают, они, значит, как на снегоходах на льдине кататься, они вдруг узнали, телевизор в доме, вроде у него и на льдине откуда-то есть, я столько вот, сейчас ты смотришь, ну сейчас я, может, мало какой-то такой прям информации потребляю, ну раньше потреблял, да сейчас все равно смотришь, я же за новостями слежу, да и все равно я могу какой-нибудь научный фильм посмотреть, я говорю, почему-то там у всех чукч уже есть, в юртах, все у них есть, и как-то ловят, и спутники, и мобильные, у него, значит, смартфон есть, а думайте, доступ к христианству, появился смартфон, появился доступ к христианству, появился доступ к миру, а где-то говорят об этом христианстве, в новостях, он это все равно донесется, захочет, откроет, я говорю, миссии, если вы этим, когда-нибудь, я интересовался этим вопросом, какие бы ни были, православные, пусть они кривые, все там, протестантские чушь этого спасения по вере, но они несут, книжки-то они раздают, человек может с настоящим Евангелем познакомиться, пусть тоже бумажным, тысячи лет переписаны, с искажениями где-то там, с разными переводами, но и через них можно познать Христа, настоящего Христа, вечного Бога, любовь, во плоти явившегося нам, можно, можно, я сам его так познал, да, Бог мне открылся явно, но о том, что он Христос, этот Бог, что я по образу и подобию его сотворен, я узнал через такие же бумажки и внутреннее подтверждение тому, что это абсолютная истина. Так что вот так вот, поэтому для меня факт того, что признак второго пришествия Иисуса Христа случился, очевиден, очевиден. Именно поэтому, вы знаете, я записал даже видео, дата второго пришествия Иисуса Христа, поделился своим внутренним откровением, не внешним, Бог мне в этот раз небес не являлся, это пока мое внутреннее откровение о том, что это дата, это лето, лето Господне благоприятное, 2033 года, а книга откровения Апокалипсис 7-летний период в последних времен откроется, начнется в 2026 году, у нас еще немножко есть времени до этого Куромешного Ада, хотя он уже и сейчас расползается по земле, вот, еще заметьте, это я сегодня говорю, что уже понятно, что это признак, как бы, можно сказать, с бывшими считать, но в принципе, сегодня только, говорю, вот на носу 23-й год, у нас еще 10 лет, то, что за 10 лет при современном-то мире можно до любого угла добежать, все уже есть, самолеты, вертолеты, тепловизоры, все есть, найти какое-нибудь племя, я говорю, сейчас все есть, они все на картах, нас всех пересчитали, нас всех видят, мы все под колпачком, да, так что очевидно, что уже за 10 лет, можно сказать, это событие точно сбудется, вот опять же, вот именно, в принципе, и тогда придет конец, то есть, как хотите, пусть даже кто-то еще считает, что сегодня сбудется, но мы явно при дверях, что мир уже все, вопрос люди просто, возьмите любую страну христианскую, Европу христианскую, так называемую, из множества стран состоящую, она вся христианская, возьмите Россию, возьмите Америку, Южную, Северную, Америку, два огромных континента, возьмите Африку, возьмите весь Восток, пусть в Китае под запретом, кто интересовался, как там идет миссия христианства, как ее там, сейчас под полы, там же за это реально до сих пор, сейчас говорят, не знаю, насколько правда, что и расстреливают, и сажают там христианство, вне закона, вот, удивляться-то нечем, мы знаем, как оно распространялось изначально, я говорю, когда оно еще гналось самими евреями и иудеями, да, а потом, как оно гналось в Византийской империи, да, какие были гонения, ужасные, все это первомученство, называемое, да, церковь, кровью из крови вырастила, да, удобрялась и поливалась кровью, и возрастала на крови, вот, поэтому, конечно, удивляться тут нечего, да, и весь мир христианский, а много вот так людей, я говорю, приедьте в Америку, приедь туда, приедь сюда, вот так на улице просто спросить, вы Евангелие читали? Я говорю, да и тоже, знаете, такой вопрос читал, ну, читал, ну, что дальше-то, ну, ходит он там, может, в храм штаны просиживает, ну, разве это христианин? Поэтому Иисус искал проповедь, известно, да, всем доступно, Иисус не говорил, когда каждый будет жить, когда каждый раз пишется, по сути, под проповедью здесь подразумевается, конечно же, возможность, доступность, и известность этого факта, я говорю, вы вдумайтесь, все время я все говорю, погрузитесь в те события, знаете, мы так рассуждаем очень часто, вот, в сегодняшнем дне, а ведь надо погрузиться в те события, какой-то Иисус, какой-то еврей, каким-то двенадцать своим ученикам, сидит на горе Елеонской, и рассказывает, что его Евангелие будет по всей вселенной, вы вдумайтесь в это, давайте сейчас Дима вам расскажет, какой христолюб, да, и вы скажете, давайте несите по всему лицу, понесете вы куда-нибудь это, я скажу, вот это истинно распространится, по всей земле, многие ли поверят в это, они во многом, в чем не верили Иисусу, мы же это знаем, начиная с того, что он воскреснет, вот, это удивительно, и конечно, то, что сегодня для нас кажется, такой очевидной вещи, да, распространением Евангелия уже, все, все вот понятно, да, то есть очевидно, что все это сбылось, христианство, Евангелие, благая весть об Иисусе Христе, вечном Боге любви, во плоти явившегося нам, доступна каждому, доступна, и Евангелие распространяется, не кувалдой, не пистолетом, ни огнем, ни мечом, ни, 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 как это, психологическим давлением каким-то, да, ни мозговым террором, вот, Евангелие добровольное, потому что Евангелие, это весть о чем? О любви, свободе, вечной жизни, что только пребывая в этом законе, благобытия, поступая, живя согласно с ним, обществу возможно быть счастливым только, да, оно не саждается палкой, кувалдой, вот так вот, поэтому, конечно, ты пришел, сказал, нет, отвергли, все, оно доступно каждому, конечно, конечно, очевидно, вот так вот, так что для меня, я надеюсь, что мы с вами сегодня ответили на этот вопрос, очевидно, очевидно, что это все сбывается, это все сбылось, можно уже, можно, конечно, поставить, констатировать факт, что это реально сбылось, этот признак, ну, или грубо говоря, при дверях, как хотите, называйте его, потому что даже если через 10 лет еще Господь придет, ну, уж очевидно, да и сам факт, это все может считать сбывшимся, доступ есть у каждого человека, это очень важно, потому что это очень показательно, ну, вот так вот у меня все на этом, я надеюсь, что я был убедителен, и призываю вас своим умом пораскидать, поразмышлять, вот, это очевидно, потому что здесь идет речь о таких главных, глобальных вещах, Иисус здесь не подразумевает явно, да, как я вам уже сказал, что кому каждому Евангелие будет под роспись роздано, человеком оно будет принято, да, еще он еще и уверует, и покается, да, и пообещается жить доброй совестью пред Богом, развязывается об этом, говорят, нет, просто всем народом, ну, все народы уже, я говорю, есть ли народ, который не слышал о том, что существует христианство, да, даже где-нибудь, в какой-нибудь уже Папуаново-Гвинеи, я знаю, я смотрел просто на этой вещи передачи, что уже там всех, все знают, уже эти племена тоже знают, что они, как раз, не одни на этой все-таки земле, и не только там два соседних племя в этих джунглях бегают, уже все, там же дороги прокатаны, они уже все эти машины видят, им уже смартфоны подсовывают, их пытаются, их пытаются к современной жизни приучить, там, джинсы, все такое, вот, они действительно на все привыкают, то есть, так же, как уже давно не существует ни краснокожих в Америке, да, у нас не существует каких-то там чухач, которые где-то там, да, в этих, в ледяных юртах живут, это уже ничего не существует, если там какой-то один отшельник или семья где-то подвязается, так у нас и среди, России могут быть, посреди поля где-нибудь там в селе, кто-то живет на окраине, потому что человеку так нравится, кто-то в лесах, кто-то отшельничает, люди со своими заморочками, в массе мы уже видим, что это все, мир стал глобальным, всем все стало доступно, абсолютно информация вся доступна, в каком-либо ты не был, и в виде интернет есть в любом части мира, я имею в виду, то есть она не прямо в каждой точке, ну, грубо говоря, где-то там есть, дальше пусть там словесно, там пастырь ходит, где-то что-то слушает, радио, да я вот смотрел, там африканские племена, он там где-то потребляет информацию, есть там один образованный человек, который там с миссионером общается, а потом передает своему племени, так что доступность есть, это, уже все это просто для меня, очевидно, вот такое вот видео, я вас хочу пригласить, следующее моё видео будет проповедь во время тысячелетнего царства, тоже интересно, поразмышляем, и поразмышляем, как все не только праздны о том, как там в тысячелетнем царстве будем проповедовать, мы тоже, так если до окрая всей вселенной, что же мы будем проповедовать-то, потому что вот именно, мы будем пытаться все равно, этим людям светить, потому что я говорю, а то, что вот оно есть христианство, а что толку-то, мы с вами живем, а живем среди грешников, им до лампочки, даже если все знают, как-то о таком, как я, что я христианин, топлю за любовь, вы думаете, у меня кто-то тут из соседей бежит, там кается, да, общаться, дружить, нет, наоборот, говорит, ой, это там, какой-то клинанутый, юродивый, да, все у него не так, как у людей у всех, да, мы тут всех режем, убиваем, а он никого не режет, не убивает, все у него не так, да, так что вот так вот, поэтому, ну и в этом ролике, конечно же, поразмышляем, всегда относительно сегодняшнего дня, как, что мне это дает, я там очень интересная вещь, тоже поделюсь и расскажу, это у меня все, лепите лайки, если ролики мои нравятся, делитесь им у себя на ресурсах, в социальных сетях, в личных сообщениях, подписывайтесь на канал, кто не подписан, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, ну и пишите комментарии, выражайте свои мысли, размышления, задавайте вопросы, я всегда отвечаю на что могу, на что понимаю, что знаю, что ответить, все, пока-пока, до встречи в следующих роликах, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok